Привет, друзья! Эта тема необычайно интересная. Вот где в нашем мозге встроен индикатор лжи? И как обмануть технический детектор лжи? Тут прибор, который на самом деле есть детектор повышенного расхода энергии. Энергосчётчик. Как скачков или пиков напряжения нервно-психических. При необходимости согласования противоречий между процессами сознания, подсознания организма. Ну, когда человек хочет соврать, ему же приходится изобрести в этот момент. То есть, каким-то образом расходовать энергию. И когда он так напрягается, вот этот аппарат у него считывает, что у него произошла разбалансировка. Ну, я не буду про детектор лжи говорить, потому что эта тема такая, сами понимаете. Ну, разберётесь. Вопрос не в этом. А как научиться, чтобы ты мог понимать, когда у тебя возникают противоречия, и согласовывать психические и физиологические процессы с процессами организма в целостность. Чтобы сохранять душевное равновесие, и чтобы таких скачков не было. Ну, допустим, если тебе нужно. Для этого есть тренировка с нулевым состоянием. Нулевое состояние – это когда ты совершаешь действия синхронные с текущим твоим состоянием в моменте. То есть, ты создаёшь фазу адаптации к тому, что происходит у тебя, с тем, что ты хочешь. Ну, какие-то действия там, и ты подбираешь. Ну, короче говоря, это целая история. Вы просто лучше посмотрите у меня ликбезы бесплатные. Как это делается? Там происходит админопыт. И вебинар у нас сейчас будет. Вебинар будет, конечно, как всегда, потрясающий, потому что мы говорим о таких вещах уникальных, о которых никто никогда в мире не говорил и нигде не писал. Как использовать энергию стресса для решения нерешаемых вопросов и создания изобретений. Само напряжение нервно-психическое, вот этот энергорасход, как трансформировать в нужную сторону, чтобы он не разрушал вас, не заставлял вам всякие неприятности испытывать и обманывать. Потому что, если вы будете тренироваться с нулевым состоянием, вы научитесь. Гораздо легче и более эффективно решать свои проблемы, соблюдая человеческую этику. Вот как и это интересно. Все, оказывается, в мире происходит. Раньше этого не было, поэтому люди грех совершали. И поэтому заповеди были не совершай этого, не совершай этого, не совершай этого. Оказывается, можно жить без этого. Да и этого, видимо, сегодня и происходит. Вот этот. Нейра, методы, ну, в общем, много чего происходит. Переход нашего уровня сознания на новый уровень качества жизни и мышления. До встречи.